В российских школах ученики младших классов получают бесплатное горячее питание. Напомню, такое распоряжение в начале года дал президент России Владимир Путин. В городском округе Люберцы этим правом пользуются более 16 тысяч детей. В столовой одну из школ побывала Луиза и Геазарян. Вкусная и полезная еда – залог здоровья и успешной учебы. У учеников 56-й гимназии на завтрак омлет с горохом, зеленое яблоко и горячее какао. Очень вкусно. Мне кажется, в школе вкуснее. Просто, когда много народу, мне кажется, всегда вкуснее. Очень вкусный. Мама и папа учащихся могут убедиться в этом лично и попробовать школьную еду. Теперь столовый под родительским контролем. С прошлого учебного года в Московской области организован мониторинг качества питания. Елена Решетникова воспользовалась этой возможностью. В 56-й гимназии у неё учатся двое детей. Я переживаю за здоровье своих деток. Чем они питаются? Они здесь находятся, скажем, полжизни своей проводят в школе. Всё очень вкусно. Знаю, детки едят. Нам тоже нравится. Бесплатное горячее питание организовано на базе 42-х либеретских школ. В столовых используется 10-дневное меню, разработанное в соответствии с нормами СанПин. На эти все цели выделены финансы, средства. У нас в этом плане всё организовано. Поэтому сегодня я пообщался с детишками, которые с удовольствием кушают и говорят, что это всё очень вкусно. В школах городского округа горячими завтраками обеспечены более 16 тысяч младшеклассников. Дети, которые учатся во вторую смену, а их около 1300, получают бесплатные полдники. Уэйзай Газарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.